Итак, друзья, у меня следующая фигурка на обзоре. Опять для сравнения сделал стирокозавра. Это у нас Брионикс сегодня. Такой вот удивительный ящер. Удивительная краска для фигурок папы. Он теперь у нас и яркий такой. Правда, вторая яркая фигурка была стирокозавр. Но он такой какой-то матовый, он не очень-то блестит там на полке. А вот это вот, товарищи, такая поверхность, что когда его на полку ставишь, он прям как-то вот отдает каким-то блендским. Я бы сказал, что он каким-то глянцевым таким, что ли. Вот, вообще, такой вот он необычный в этом плане. Но, в принципе, со спинозавров смотрится хорошо. И мне кажется, что они достаточно-то, в общем-то, и родственники с ним. Хоть и Брионикс у нас в Англии находили, как я понимаю, скелеты. А спинозавра находили в Африке. Поэтому, может быть, они и родственники, но, скорее всего, вместе они не встречались. На полке они, кажется, у меня стоят вместе и классно там смотрятся. У него вообще... В общем, в принципе, он сам очень классный такой. И тут заметно, кстати, что ноздри вот у них здесь где-то находятся не в самом конце. Сказать, он тоже был таким же рыбоядным, как спинозавр, ящером. Вот, смотрим его в пасть. Ну, смотрится он круто как закрытый, так и с закрытой пастью. Тут вообще какой-то прям удивительный случай такой, что его как ни поставь, он крутой. В этом духе, как-то вот сам по себе тоже. Вообще фигурка прям, невероятно, какая-то такая классная, прям внушающая. Мне определенно нравится. Единственное, то, что я знаю, это плюс и минус одновременно, что он яркий. Вообще-то вроде бы он прям классно смотрит, радует глаз. Но, с другой стороны, тоже думает, что могла у него быть такая краска или нет. Но, к сожалению, мы, наверное, в ближайшее время это не узнаем. Мы же не узнаем вообще, потому что узнать, какого цвета были динозавры. Пока только я видел фильм, где оперение какого-то динозавра, такая черненькая было, такой-то вот на рапторов похожий, такой маленький был. Вот с ним. А вот с таким товарищем я не знаю, как вот с ним быть. Вот, ну, не будем тут загадки разгадывать. Давайте просто посмотрим фигурку. Она, ну, в общем-то, детальная. Интересно, вот у него гребень здесь есть. Так, прорисованы чешуйки. Они, правда, поблескивают, потому что, может быть, даже их особо не разглядишь. Кстати, вот все моменты, где вот он соединяется, вот они так как-то замазаны хорошо, что, в принципе, вот и не особо видно. Вот тут вот только чуть-чуть. Ну, это практически незаметно, и на полке он вообще смотрится хорошо. Вот, качество фигурки, в общем-то, на высоте. Даже не знаю, что, так сказать, плохого можно про него сказать. Вот он классный. И отлично смотрится рядом со спинозавром, если их там поставить. А потом нам дома кадр сделаю, покажу, как у меня стоят на полке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давайте, друзья, до новых видео, до новых обзоров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok